Чуть больше недели осталось до старта нашего грандиозного автопробега. И за это время мы постараемся познакомить вас со всеми его участниками. Сегодня с этой целью мы приехали в село Большой Улой. Именно здесь, вот за этим забором, живет очередной герой нашего автопутешествия по России. Здравствуйте. Добрый день. Позитивные и гостеприимные, так в двух словах можно описать семью Султанович. А еще большие любители путешествовать и настоящие патриоты. За рубеж ни разу не выбирались. Отдыхать предпочитают на просторах России. До сих пор с теплом вспоминают свою прошлую поездку в Сочи. Приехали, установились все семьи, которые живут. Можешь, жена, они принимают с собой людей, с собой людей всегда отдыхающих. Очень чем понравилось. То есть не гостиница там, никакие условия. Простой дом. Но во дворе этого дома есть все фрукты и все деревья, которые могут быть в Сочи. Мы посмотрели, как растет гранат, мандарины, фейхуак. Правда, опытными автопутешественниками семью Султанович не назовешь. Вместе на автомобиле дальше Новосибирска они не выбирались. А вот в одиночку Денис исколесил пол России. Но пока и ее восточную часть. Неоднократно ездил до Владивостока. Вот и в это путешествие Денис тоже отправляется один. В семье маленький ребенок. И оставить его Яна не решилась. Вы не представляете, какая у меня белая зависть. По поводу поехать собирались вдвоем. Но просто так подумала, что ребенок маленький. Бывает всякое. Ходит у них, ходит в садик. Я не отчаиваюсь, так сказать. Я надеюсь, у вас сейчас будет очень увлекательное путешествие. Я уже с вами собираюсь на 75 лет. Супруга Яна отпускает с легким сердцем. Говорит, за дорогу не переживает. Денис – водитель опытный. За рулем стаж 15 лет. Хотя есть за ним маленький грешок. Скорость все-таки любит. Да, скорость любит. Уже приучила меня, что, наверное, тоже очень плохо. За что меня ругает. Но я в нем уверена, поэтому не переживаю даже. Денис признается, супругу с сынишкой оставлять очень не хотел. Но и отказаться от пробега, когда узнал его цель, не смог. Как и в большинстве семей России, в семье Дениса были фронтовики. В боях принимал участие родной брат его бабушки. В составе польской армии добровольцев он брал Варшаву, форсировал Вислу. Погиб в Германии в 45-м году за два месяца до Великой Победы. Призывался в годы войны и родной дед Дениса. Но служил на Восточном фронте. Ему посчастливилось вернуться домой. Воевал он вместе с родным братом. В одних частях воевали. То есть, хотя один призывался на два года ранее. И встретились там, если не ошибаюсь, в 41-м году. То есть, у деда было два дня уволительных, и они смогли встретиться там, именно на Востоке. Если не ошибаюсь, в Манчжуре происходили действия. Хотя его родной брат, он не вернулся в 45-м году. Он подорвался на мине в группе разведчиков и не вернулся. То есть, его оставили раненого, когда они возвращались в задание. То есть, его не нашли. И он числится пропавшим без вести. Поэтому Дениса мечтает проехать по городам боевой славы. В своих силах автопатриот уверен. Как и в своем автомобиле. Перед дорогой специально он загнал авто на диагностику. В машине заменили высоковольтную батарею гибридной установки, свечи, ремень ГРМ. Подготовили тормозную систему. А, слушай, самое главное. Мы же в пятницу здания освещали. Твою машину, блин, с ног до головы батюшкой обработал. Так что едешь смело. Мастера говорят, теперь автомобиль не один такой автопробег пройдет. А Денис уже мечтает. Так сдружиться с командой патриотов, чтобы в следующий раз отправиться сразу до Берлина. Буду откровенен. Если будет такой пробег, то есть я с радостью приму участие в нем. При всем при том, что бабушкин брат погиб где-то. Там есть похоронки в Германии. Город, очень сложное название. То есть, если я смогу посетить то место, возложить цветы, там какая-то братская могила, то есть я буду очень счастлив. И если моя бабушка доживет до этого момента, я думаю, она будет очень счастлива тоже. Елена Иваницкая, Денис Тимошенко. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова